Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Выяснилось, сколько собрался жить Путин. Неожиданно его сдал с потрохами патриарх Кирилл. Потому что началась кампания по запрещению в России абортов, чтобы нарожать солдат. Запрещается, как они говорят, склонение к аборту. То есть спряжение, я так понимаю, не запрещается. На склонение запрещается. Давайте посчитаем. Просто посчитаем. Арифметическое, элементарное действие. Для того, чтобы это начало давать результаты, год-два кампания закручивания гаек, то есть первые неаборты состоятся в течение года двух-трех. Для того, чтобы неабортированные дожили до призывного возраста, это еще как минимум 18 лет. Если призывать будут сразу 18. Тогда Путин, очевидно, планирует жить не менее 20 лет. То есть это значит, он собирается дотарахтить до почтенного возраста 95 лет. Это минимум, друзья мои, минимум, потому что эффект от получения солдат методом запрещения абортов должен еще сочетаться с рекламной кампанией по неотвратимому размножению. Значит, 95-100 лет, вот тогда у Путина будет тот результат, который он, собственно, через патриарха Кирилла озвучил. Согласитесь, что такой горизонт планирования, ну это просто абсурд. Помните прекрасную песню Битлз «When I'm 64»? То есть это они представляли себе, что они будут 64 года, это уже там как бы старость. Путин, ну если будет петь аналогичную песенку, должен будет спеть «When I'm 95». Это просто абсурд. Тогда все скажут «What the hell are you thinking about?» То есть протарахтеть до 95 лет, честно говоря, вот тут там регулярно Зеленского называют клоуном. Ну по праву называют, но в данном случае, кто выглядит большим клоуном, совершенно очевидно. Если они сейчас планируют вот на 20 лет вперед нашкулять себе солдат, вдумайтесь, через 20 лет количество солдат абсолютно не будет иметь значения по сравнению с технологическими прорывами, которые за это время произойдут. Для того, чтобы эффективно противостоять противнику через 20 лет, ну загуглите ролики, американские фильмы «Boston Dynamics», вам все сразу станет понятно. Не будет играть вообще никакого значения количество солдат в армии через 20 лет. Оно уже сейчас, как вы понимаете, в России-то солдат больше, но хаймерсов-то у них нету ни хрена. А если еще «Storm Shadow» и «F-16», тогда количество перестает переходить в качество. Вообще ветхозаветные вот эти псевдо-христианские принципы «Давайте завалим мясом врага во имя светлой в кавычках цели» уже представляются абсурдными. Вдумайтесь, какая ретроградная амнезия демонстрируется публично. Ну все же прекрасно понимают, что программа, озвученная Путиным, неосуществима. Но Путина с Зеленским объединяет, черт побери, одна базовая вещь. И Путин, и Зеленский абсолютно до сих пор не понимают, какой он украинский народ. И Путин, и Зеленский не понимали, зачем мы выходили на Майданы. Они как тогда не понимали, так и сейчас до них не дошло. Я вам скажу честно, когда в 2014 году вот те, кто вышли на Майдан, потом собрались и поехали на Восток взять оружие в руки и бороться с врагом, это стало сюрпризом не только для Путина и для Зеленского. Это стало даже для нашей революционной власти некоторым сюрпризом, потому что такого рвения никто не ожидал. Это оказалось неожиданным. Так вот, ни Путин, ни Зеленский не понимают мотивации. Они не понимают, что люди туда идут не зарабатывать деньги, а просто это их внутренняя потребность отстоять независимость. Зеленский всегда боролся с Майданом, как и Путин. Больше того, они даже рука об руку вместе, можно сказать, боролись с Майданом и его последствиями. Потому что и для Путина, и для Зеленского Майдан это была неожиданная неприятность. Но они так и не поняли мотивацию, они так и не поняли причины вот этой для них очевидной на тот момент неприятности. Потому что и Путин, и Зеленский с большим бы удовольствием руками Беркута били эбонитовыми палочками по нашим свитерам. И, кстати, Путин требовал от Януковича то, что озвучивал Зеленский. Просто Янукович решил не становиться главным шнидорасом планеты, прекрасно понимая, что когда Путин разыграет карту вменяемости и скажет, что ну я буду этого невменяемого сатрапа и садиста Януковича держать в узде вместе с Лукашенком. То есть я как бы буду вот белый и пушистый. То есть он будет как бы добрым следователем по сравнению со злыми следователями, которые на самом деле одна шайка-лейка. Та же фигня у Зеленского. Он как не понимал тогда, зачем люди вышли на Майдан. Зеленскому было это категорически, но ведь он привык плясать на корпоративах перед Януковичем, перед Путиным, перед всей вот этой московской шоблой. Он прекрасно осваивал деньги российского бюджета. И не говорите мне, что это возможно было без сотрудничества и без пребывания на оперативной связи ну с хоть каким-то представителем спецслужб Российской Федерации. Государственные деньги давать на телепродукт в Украину можно было только под теплым, неусыпным контролем специально обученных служб и людей. Другое просто не работает. Это невозможно. И когда Путин, опять-таки, понимая, что Зеленский практически продал Украину, он руками своего дружбана Баканова, ну и всех остальных дермаковидных и татарообразных Украину сдал. И у Путина была вся информация о том, что север Киева открыт, просто вот заходи не хочу, что на юге можно будет продвинуться черти куда, вот ехать, сколько бензина хватит, пока следующую партию не подвезут. Он прекрасно понимал, что не будет команды взрывать мосты. А мосты взрывали без команды. А на севере остановили те, кого там просто не должно было быть, по мнению Зеленского и Путина. И Херсон пришлось оставить, ну просто потому, что вся операция Путина планировалась на глубоком знании Зеленского. А оказалось, что Путину знать Зеленского мало. Надо было знать нас. А нас, как Путин, так и Зеленский, абсолютно как не знали, так и не знают. Вряд ли они научатся. А мы с вами обязательно должны научиться и на выборах президента, которые наступят рано или поздно, на демократических выборах, которые в победившие независимой Украине настанут, мы должны сделать выбор грамотный. Ну, а то, что Путин не доживет до результатов Гундяева озвученной кампании, для меня представляется очевидным, как думаю, и для вас. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Поставьте лайки, оставьте комментарии, не забудьте подписаться на мой канал и порекомендовать вашим друзьям, а победа, друзья мои, обязательно будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.